Перед вами табличка со списком клиентов, которые покупали рекламу в моем телеграм-канале нормального фрилансера. Зелененькими строчками, зелененьким цветом, закрашены строчки с состоявшимися сделками. Белые — это где сделка не состоялась по независимым от меня причинам, а красные — это где сделка не состоялась, потому что я сам отказал. Как видите, дела у меня шли хорошо. Я вот как начал, у меня было 19 запросов от клиентов, и из них 18 мне оплатили. Я, увидев такой прекрасный результат, решил написать статью на Хабре о том, как я веду переписки в мессенджерах, чтобы собеседники не отваливались в процессе. Секрет довольно простой, я его расписываю буквально в двух пунктах. Это определиться с целью, которую мы хотим достичь в результате разговора, и заканчивать каждую свою фразу вопросом до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Я в статье привожу несколько живых примеров. Я увидела 10 тысяч человек. По ней в целом довольно позитивная обратная связь в виде лайков и добавлений в закладки. Но меня удивили комментарии. В комментариях мне стали писать, что, мол, все эти вопросы выглядят как типовая попытка что-то впарить. Ну, они все в таком духе на самом деле, от всех комментаторов. А я человек сомневающийся, и я решил, а может действительно то, о чем я рассказываю, это неправильно, и мои продажи рекламы в канале зависели от чего-то другого, не от того, как я общаюсь с людьми. Я решил провести эксперимент. Последующие 13 сделок, на большее меня не хватило, я не задавал вопросы собеседникам. То есть они ко мне обращались, спрашивали, сколько стоит реклама в канале. Я пишу 1000 рублей за 4 часа в топе и 90 часов в ленте. И все, и молчу. Ну и собеседник тоже молчит. И на этом диалоги помирали. И у меня при таком подходе один человек из 13, вот какой-то из этих зелененьких, совершил со мной сделку. И получается, что если в прошлом периоде у меня 95, почти что процентов, это успешные сделки, то вот в этом новом тестовом периоде у меня успешные сделки это 7,7%. Я удивился, я испугался, я срочно остановил этот эксперимент. Как видите, дальше пошло все зелененькое в основном. И я попытался как-то спасти ситуацию. И уже постфактум всем им отправил вопросы. И еще 3 дополнительных человека из 12 оставшихся стали со мной работать, купили у меня рекламу. Но разница в показателях просто феноменальная. Поэтому для себя я убедился в том, насколько сильно мой подход к ведению переписок влияет на совершение сделок. И даже в статус каждого, вот каждой переписки я обязательно добавил пункт «Жду ответа», «Задал вопрос». То есть если я не задал вопрос, то я на самом деле не заинтересован в том, чтобы сделка состоялась. То есть не задавая вопроса, я веду себя так же, как ведут себя большинство админов, к которым я обращаюсь за размещением рекламы. Но при этом я это делаю с целью несовершения сделки. Вот такие пироги. Ну, я не я, если я не подготовил для вас небольшую презентацию, рассказывающую о том, как же именно я себя веду в переписках, для того, чтобы они доходили до результата. Итак, вот четыре признака того, что вы умеете достигать целей в переписках в мессенджерах. Во-первых, помните о целях. Цели у нас есть двух типов, есть последовательные, следующие одна за другой, и вторую цель нам нет смысла достигать, не достигнув первой. Ну, например, первая цель – выяснить, что от меня хочет человек, который мне написал. А уже вторая цель – это предложить ему помощь или отказать в помощи. Ставить перед собой цель, помочь этому человеку, не выяснив, что ему от меня надо, довольно глупо. Это последовательные цели. А есть сквозные цели. Пример же сквозной цели – это расстаться с собеседником-друзьями. Особенно это имеет смысл, если мы общаемся с потенциальным клиентом или с исполнителем, контакт которого мы добывали с таким трудом. Нет смысла хлопать дверью, поругавшись в процессе разговора, и терять вот это вот потраченное время впустую. Расстаемся друзьями. Второе – занять позицию. Мне это нужно больше, чем ему. Мало кто готов брать на себя эту роль, поэтому, взяв ее на себя, вы будете контролировать происходящее. С этой ролью на плечах мы не так остро реагируем на пассивную агрессию или на глупость собеседника, и мы морально готовы понянчиться с ним для достижения нужного нам результата. Часто, к сожалению, я встречаю ситуацию, когда оба собеседника действуют наоборот и с позиции «ему это нужно больше, чем мне». Ни к чему хорошему такие разговоры обычно не приводят, и зачем, спрашивается, вообще вступать в подобные диалоги. Задаем вопрос в конце каждого сообщения. Почему? Потому что невежливо проигнорировать заданный вопрос. А если ничего не спросили, можно промолчать. И задавая вопрос в конце каждого сообщения, мы как бы подталкиваем собеседника к цели разговора, который мы обозначили еще в самом начале. Вот сравните два простых бытовых разговора, даже не из бизнеса. Давай встретимся как-нибудь на днях. Давай. Все. Какова вероятность встречи? Она очень низкая. То есть, либо кто-то там возьмет на себя ответственность, разовьет этот диалог и все организует, либо нет. Чаще всего нет. А вот второй вариант. Давай встретимся как-нибудь на днях. Давай. В четверг в 15.00 на гостинке тебе удобно будет? То есть, мы организовали встречу и задали вопрос. И теперь человек, который нам, видимо, из вежливости предложил встретиться как-то на днях, теперь должен действительно встраивать эту встречу в календарь. Если разговор заглох из-за того, что никто не задал вопроса, восстановить его через несколько дней будет гораздо сложнее, чем сразу довести до результата. Задаем по одному вопросу за раз. Потому что если задать сразу несколько вопросов, то обычно собеседник ответит на них выборочно, избирательно, и придется повторять их. Иногда такое повторение, оно уж слишком явно указывает на невнимательность собеседника и расстраивает его. Вот чтобы не ставить его в такое неловкое положение, а мы же помним, что нам надо расстаться друзьями, и что мне это нужно больше, чем ему, поэтому зачем нагнетать? Лучше задавать по одному вопросу за раз. Если все-таки не избежать никак нескольких вопросов, то я рекомендую хотя бы их пронумеровать в сообщении. И да, все настолько просто. К сожалению, мой опыт переписок с уже сотнями собеседников показывает, что лишь небольшой их процент применяет эти вещи на практике. Более подробно вопрос стратегии и тактики ведения переписок я раскрываю в своем курсе рекламы авторского канала в Телеграме. А на этом, в общем-то, и все. В описании к видео куча полезных ссылок. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, читайте бесплатную книгу нормального фрилансера, ставьте лайки к этому видео в конце концов. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующий раз.